Приветствую вас, друзья! С вами я, Шевченко Александр, и это канал Академии Счастья. Сегодня продолжаем наше видео по улучшению качества жизни. Поговорим о том, как убрать из жизни негативные эмоции и негативные переживания. По сути, это то, что мешает нам жить. То есть негативная эмоция, она вызывает у нас состояние, когда мы не можем принимать жизнь такая, какая она есть. И вот эти эмоции, это как ответная реакция организма на какую-то ситуацию. Бывает, что-то происходит, но вы не можете это воспринять как есть и принять. Соответственно, возникает эмоция какая-то. Это может быть страх, жалость, антагонизм, гнев. Любая негативная эмоция, она приходит у нас из бессознательного. То есть потому что в прошлом есть записи, которые влияют на нас и вызывают вот эту ответную реакцию. То есть мы уже не можем аналитически посмотреть, что произошло, а просто реагируем. И вот как говорят, что реакция, она очень сильно мешает человеку взаимодействовать с собой, с окружающими людьми. Потому что человек не может осознанно посмотреть на это. Осознанность это очень важная часть нашей жизни. Почему я говорю об осознанности? Потому что когда человек осознает, он понимает, что происходит с ним, почему это происходит. И может справиться, то есть урегулировать это. И вот по сути осознанности я людей и обучаю. То есть осознанность можно получать через медитацию, то есть практику осознавания того, что происходит здесь и сейчас. То есть нахождение в настоящем моменте. Но бывает такое, что из настоящего момента просто что-то выбивает. То есть вот как раз это и есть. Произошла какая-то ситуация, да, появились негативные эмоции мы. Это выбивает вас из осознанности, из момента настоящего времени. Вот. И поэтому очень важно посмотреть, что это выбивает и откуда это пришло. То есть откуда это началось. То есть в прошлом у нас накопилось большое количество негативных эмоций. Когда мы попадаем в стрессовую ситуацию, на нас кто-то воздействует, атакует, нас подавляет. Это записывается на уровне сознания и потом влияет на нас. И вот цель это избавиться от этих негативных эмоций, то есть урегулировать их. В этом я и помогаю. То есть практика вот процессинга, аудитинга помогает человеку шаг за шагом убрать те негативные эмоции, которые накопились у него. И самое убрать вот этот момент реагирования, да. То есть у нас как бы встроен вот этот, ну скажем так, механизм реагирования. И человек неосознанно это делает. И то есть цель это убрать сам этот механизм реагирования, да, чтобы вы могли подходить к любой ситуации осознанно. И вот когда мы рассматриваем эти моменты, да, то мы этот механизм постепенно рассоздаем. То есть вот, например, механизм реагирования, сравниваю, да, с компьютером, да, на клавиатуре которого залипла какая-то клавиша. И он постоянно выдает один и тот же ответ. Вот как такая вот, ну скажем так, неправильная реакция, да. И соответственно дальше что-то писать уже просто будет невозможно. Или там как-то перепрограммировать его. Надо убрать сначала вот эту залипшую клавишу. И вот если у человека в уме это залипшая клавиша, и например на какую-то ситуацию он выдает реакцию гнева, да, или страха, или боли. Соответственно этот человек не будет осознанно жить и это будет ему очень сильно мешать в жизни. То есть моя цель это помочь вам как проводник убрать вот этот механизм стимул реакции, который при любой негативной ситуации выдает заранее подготовленный ответ. Вы наверняка замечали и за собой, и за другими людьми, что бывает такое, что с человеком, ну общаешься, он бах, как бы как запрограммированный, да, то есть действует неосознанно, то есть выдает какую-то реакцию и все. И в этой реакции он живет, то есть он не может осознанно подходить к тем вещам, которые происходят с ним, ну в жизни. Вот и соответственно, когда это происходит с человеком, то у него происходит напряжение, да, то есть он не может действовать активно, радостно. То есть сейчас даже вот очень много случаев депрессии, которые пытаются лечить таблетками, но это не помогает. Это просто попытка справиться с симптомами. То есть цель какова? Это не убрать симптомы, а цель это чтобы человек разобрался. То есть любая, даже вот то, что мы называем болезнью психосоматическую, показывает человеку, обрати срочно внимание, что-то не так. Надо посмотреть, что не так и разобраться с этим. Вот и когда человек осознанно подходит к этому, он исследует, и вот я буквально провожу человек шаг за шагом через внутренний мир исследования. То есть это практика, которая помогает человеку исследовать свой внутренний мир и убрать оттуда те негативные заряды, которые там накопились. Вот этот механизм, стимул-реакция исчезает. То есть мы делаем это все в сессиях, да, сессия примерно занимает до двух часов. И за это время мы прорабатываем какой-то конкретный определенный набор случаев и справляемся с ним. То есть также, конечно же, если есть желание постоянного работы над собой, то есть постоянного исцеления, да, то есть в том плане, что мы можем убрать какую-то ситуацию, да, но потом появится что-то другое. И то есть это путь, о котором я рассказываю, да, набор шагов, которые позволяют человеку действительно достичь осознанности и счастья. То есть шаг за шагом понять, кто он, куда он идет и зачем. То есть путь духовного роста. То есть и поэтому, когда мы этот механизм, стимул-реакции убираем, состояние человека улучшается, и он начинает жить осознанной счастливой жизнью. То есть у него появляется радость, успех и гармоничное взаимодействие с собой и с окружающим. Давайте посмотрим, как это работает на примере такой небольшой сессии, да, которую мы сделаем прямо сейчас. И потом вы сможете это делать самостоятельно. То есть сядьте или лягте в удобном месте, чтобы никто вас не отвлекал. Закройте глаза и ощутите пространство сессии. Создайте его. Ощутите себя в этом пространстве, ваше тело в этом пространстве. Вот и посмотрите, есть ли в этом пространстве какие-то негативные эмоции, ощущения, что-то, что выбивает вас из настоящего момента, из осознанности. И дальше посмотрите, откуда они проистекают. То есть из какого случая или набора случаев. Вот. Потом двигайтесь в этот случай и посмотрите, рассмотрите его как есть. То есть с полным осознаванием и принятием. Когда вы это сделали, да, пройдите через этот случай несколько раз. Один, два, три раза. Столько, сколько необходимо, чтобы наступило облегчение. Вот. Когда облегчение наступило, да, то вы можете перейти к другому случаю, да. Если, например, облегчение не наступает, то надо двинуться глубже. То есть посмотреть, что есть под этим случаем. Возможно, есть более ранний подобный случай с таким же эмоцией, ощущением. То есть перепроживите его и уберите оттуда весь негативный заряд, чтобы ваше состояние улучшилось. И таким образом действуйте, пока не наступит облегчение. То есть вот когда я делаю сессию, я помогаю человеку разобраться с его внутренним миром и понять, чтобы он понял, пришел сам к пониманиям, почему с ним это происходит. Да, то есть моя цель это как бы с помощью вопросов, направления внимания человека подвести. Не просто посоветовать, искать, делать так, а помочь ему справиться с этим. Вот в этом моя цель как процессора, как аудитора, как человека, который занимается практикой духовного роста уже на протяжении 20 лет. И то есть пришел я тоже в состоянии, когда не было цели жизни, не было понимания, куда двигаться. И вот шаг за шагом я перестраивал свою жизнь и осознал, что есть возможность жить другой жизнью и общаться с другими людьми, убрать из своей жизни подавленность и быть счастливым просто человеком. Вот в этом мое кредо. То есть счастье прямо здесь и сейчас. Вот и поэтому эти сессии вот такие, как я вам показал, можно делать самостоятельно с напарником. Вот когда я провожу сессию, то я помогаю более глубже заглянуть в себя, соответственно беру ответственность, чтобы довести вас до конечного результата, до конечных явлений. Поэтому если вы хотите получить бесплатную консультацию, да, я расскажу подробнее о том, как можно сделать сессию. Ну и саму сессию мы можем сделать, договорившись на удобный день и время. Напомню, все это можно сделать онлайн, то есть по вайберу, скайпу, по телефону, да. Ну можно и приехать лично, да, если вам так удобнее. Я нахожусь в Одессе, да, то есть сейчас в Украине, да, ну собираюсь в ближайшее время путешествовать, да. То есть и поэтому будут выездные сессии и в других городах, в других странах, в Таиланде, на Бали. Вот поэтому если вы хотите поучаствовать в таком ретрите, да, полностью очистить свое сознание, напишите мне в личные сообщения. Мои контакты будут указаны под этим видео. Пишите в любом удобном для вас способом, да, мы пообщаемся и договоримся о том, как мы можем взаимодействовать, о том, как я могу вам помочь. Также в описании есть две мои книги «Мир и вечного познания. Полное исцеление». Вы их можете прочитать по ссылкам в описании. И, конечно же, добавляйтесь в друзья в соцсетях. Все мои контакты будут указаны под этим видео. Я провожу помимо процессинга еще и обучение основам жизни, о том, как справиться с подавлением жизни. Это курс «Преодоление подъемов и спадов». И курс «Достоинство и целостность личности», который тоже можно пройти онлайн. И также программу очищения, которая помогает очистить тело от всех накопившихся токсинов, наркотиков, алкоголя, лекарств. Все, что накопилось ненужное, все это можно очистить. И, соответственно, опять же тоже это можно сделать онлайн, то есть под моим руководством. Вот, если это видео было вам полезным, понравилось, то ставьте отметку «Нравится», подписывайтесь на мой канал, добавляйтесь в друзья в соцсетях и поделитесь этим видео с вашими друзьями. Сейчас на экране появится еще парочка видео. Это о том, как изменить судьбу. Это опять же о процессинге. О том, как на основе того заряда, который записывается при рождении, как он влияет на жизнь и как можно с ним справиться. Это действительно изменение судьбы. Практика проведения процессинга счастья тоже посмотрите. Там я более подробно показываю, как происходит сессия. И самое главное, что вы можете начинать уже делать самостоятельно. Также подписка на мой канал и мой сайт. Заходите, смотрите информацию. Там очень много текстов, видео, которые вы можете использовать для себя и для улучшения собственного состояния. Вот, напомню, меня зовут Шевченко Александр. Это проект Академии счастья. И я буду рад вашим комментариям, вашим отзывам. Пишите их под видео или прямо мне в личные сообщения. Все мои контакты указаны. Вот, вам желаю счастья, друзья. И до скорой встречи. Увидимся в следующем видео. Пока.